Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеевич Свойкин, чтобы не терять попосту времени, от доктора отправился прямо в аптеку. Словно к богатой содержанке идёшь, или к железнодорожнику, думал он, забираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и усланной дорогими коврами. Ступить страшно. Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За желтой лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой, строгим лицом и с выхоленными бакенами. По всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плеши на голове и, кончая длинными розовыми ногтями, все на этом человеке было старательно выутяжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В стороне, за проволочной решеткой, сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выутяженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал. «Каламеди Грана Дуо», «Сахари Альбиграна Квинки», «Мумеродисим». «Я», — послышался из глубины аптеки, резкий металлический голос. Провизор продиктовал тем же глухим, мерным голосом микстуру. «Я», — послышалось из другого угла. Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету. «Через час будет готово», — процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился. «Нельзя ли поскорей?», — пробормотал Свойкин. «Мне решительно невозможно ждать». Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил читать мелочь, глубоко вздохнул и щелкнул ключом. В глубине одна из темных фигур завозилась около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы. Свойкин был болен. Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли. В отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на блака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флер, а однообразный стук о мраморную ступку и медленное тиканье часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове. Разбитость и головной туман владевали его телом все больше и больше, так что подождав немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтобы подбодрить себя, решил заговорить с провизором. — Должно быть, у меня горячка начинается, — сказал он. Доктор сказал, что еще трудно решить, какая у меня болезнь. Ну уж больно, я ослаб. Еще счастье мое, что я в столице заболел. А не дай бог я такую напасть в деревне, где нет детекторов и аптек. Провизор стоял неподвижно и, закинув голову назад, читал. На обращение к нему Свойкину он не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал. Кассир громко зевнул и чиркнула панталоны спичкой. Стук мраморной ступки становился все громче и звонче. Видя, что его не слушают, Свойкин поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи. Перед ним замелькали сначала всевозможные радиксы — генциана, пимпинелла, терментила, зидария и прочее. За радиксами замелькали тинктуры, олеумы, семены с названием одного другого мудрее и допотопни. — Сколько должно быть здесь ненужного балласта, — подумал Свойкин. — Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, — в то же время все это солидно и внушительно. С полок Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики с принцовки, баночки с зубной пастой, капли пьеро, капли Адельгейма, косметические мыла, мазь для ращения волос. В аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на десять копеек бычачьи желчи. — Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь? — обратился учитель к провизору, обрадовавшись теми для разговора. Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно ученую физиономию провизора. — Странные люди, ей-богу, — подумал он. — Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для ращения волос, а глядя на их лица, можно подумать, что они в самом деле жрецы науки. Пишут по-латыни и говорят по-немецки. Средневековое из себя что-то корчит. В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих и черствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки, этой бесчувственной утюжной фигуры. Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь во что бы то ни стало, подальше от света ученой физиономии и стука мраморной ступки. Болезненное утомление овладело всем его существом. Он подошел к прилавку и, состроив умоляющую гримасу, попросил. — Будьте так любезны, отпустите меня, я болен. — Сейчас. Пожалуйста, не облокачивайтесь. Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир. — Полчаса еще только прошло, — подумал он. — Еще осталось столько же. Невыносимо. Но вот, наконец, к провизору подошел маленький черненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью. Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами. За сим он написал сигнатуру, привязал ее к горлышку склянки и потянулся запечаткой. — Ну, к чему эти церемонии, — подумал Свойкин. — Трата времени, да и деньги лишние за это возьмут. Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое с порошками. — Получите, — проговорил он, наконец, не глядя на Свойкина. — Взнесите в кассу рубль шесть копеек. Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него, кроме этого рубля, нет больше ни копейки. — Рубль шесть копеек, — забормотал он, конфузясь. — А у меня только всего один рубль. Думал, что рубля хватит. Как же быть-то? — Не знаю. Отчеканил провизор, принимаясь за газету. — В таком случае вы уж извините. Шесть копеек я вам завтра занесу или пришлю. Этого нельзя. У нас кредита нет. — Да как же мне быть-то? — Сходите домой. Принесите шесть копеек, тогда получите лекарства. — Я бы, пожалуй, но мне тяжело ходить, а прислать некого. Не знаю, не мое дело. — Ммм, — додумался учитель. — Ну хорошо, я схожу домой. Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой. Пока он добрался до своего номера, то садился отдыхать раз пять. Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть. Какая-то сила потянула его голову к подушке. Он прилег как бы на минутку. Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали заволакивать сознание. Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку. Долго заставлял себя встать, но болезнь взяла свое. Медики высыпались из кулака, и больному стало сниться, что он уже пошел в аптеку и вновь беседует там с провизором.